Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». 78 лет назад, 21 июня 1941 года, еще живы все 27 миллионов советских воинов, граждан, детей. Еще не разрушены тысячи и тысячи городов и сел, не разграблены музеи и идут, согласно договорам, железнодорожные составы из СССР в Германию. А 5,5 миллионов фашистов уже встали у границ страны. Страшно и через 78 лет. Но не только об этом сегодня хочется говорить. Обсудим, почему точка, поставленная Нюрнбергским процессом, спустя 70 лет оказалась многоточием. Поговорим о политических процессах на пространстве бывшего Советского Союза, в которых все четче проявляются признаки нацистской идеологии. Сегодняшний гость студии доктор философии, историк Борис Шаповалов. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вот первый вопрос, наверное, построим следующим образом. Смотрите, на пространстве бывшего СССР, сегодня это и страны СНГ, и страны Балтии, так быстро отделившиеся от Советского Союза, набирают силы процессы, которые сегодня мы называем еще, мягко говоря, русофобией. Набирают процессы реинкарнации, воссоздание реваншизма нацистской идеологии. Появляются неонацистские организации, идут парадом потомки ветеранов каких-то СС-бригад, которые участвовали как раз в войне на стороне фашистской Германии. Вот почему случилось так? Ведь казалось бы, вроде бы, в 49-м году, в Нюрнбергском процессе, точку поставили всем миром, заклеймили идеологию фашизма, ну, человеконенавистнической, не имеющей права на существование. Тем не менее, сегодня стало вот так, я не хотел бы говорить, популярным, тем не менее, в общем-то, известно то, что происходит и даже в соседней Украине, и то, что происходит в странах Балтии, и не только. Как вы думаете, в чем корень этого всего? Понимаете, Станислав, причина вот то, всего, о чем вы говорите, кроется в причинах начала Второй мировой войны. Потому что, если мы будем вот изолировано только говорить, вот Великая Отечественная война, 22 июня 41-го года фашистская Германия напала на Советский Союз. Это одна ситуация. А если мы отталкиваемся от того, что послужило причиной начала Второй мировой войны, которая, ну, по официальной, так сказать, историографии считается, что началась 1 сентября 1939 года. Вот, хотя, ну, очень много историков, так сказать, объективного плана, к которым я и себя отношу. Ну, мы считаем, что вообще-то первопричина, вот, и мы можем говорить о каком-то начале Второй мировой войны, это все-таки Мюнхенский сговор 30-го сентября 1938 года, когда расчленили Чехословакию, потом она была поглощена и так далее. Это уже вот последовали ряд договоров между Англией, Францией, нацистской Германии. Бенефицары, исчехления Чехословакии остались потом еще и жертвами. Да, конечно. И когда вот сегодня группа государств европейских, группа, скажем так, политических деятелей, конечно, тех историков, политологов, которые их обслуживают, им сегодня хотелось бы взять и оторвать, вот, как они называют этот пакт Молотова-Риббентропа, 80 лет, которого мы в августе будем отмечать, да, 23 августа, это соглашение между СССР и Германией о ненападении. Вот, и они опять-таки забывают, что до этого было заключено еще 13 таких договоров, точно таких же, и с Францией, и с Англией, и с Польшей, и два таких договора были, да, со многими другими странами. И если мы в общем рассматриваем эту картину, и мы понимаем, что это было вынужденное соглашение Советского Союза с Германией, оно было 14-м, когда практически вся Европа это сделала, да, вот, почему СССР не должен был сам себя защищать и защищать свои интересы. Это получается другая картина. И вот, когда мы смотрим на вот эту трагическую дату 22 июня 41-го года, вот, то мы понимаем, зная сегодня объективную историю, ведь даже и в советское время мы об этом не говорили, да, были идеологические причины, был там социалистический лагерь, и многие те страны, и Венгрия, Болгария, Румыния, которые воевали, да, в том числе очень много польских добровольцев на Восточном фронте, ну, несколько дивизий. Вот, мы затушевывали все эти вопросы, но ведь 9 государств с фашистскими режимами во главе с фашистской Германией напали на Советский Союз. Это получается, видите, совершенно другая Германия, ой, история. Напала фашистская Германия, нацистская Германия, 22 июня, или напала коалиция европейских фашистских государств на Советский Союз. Правда, большая разница и большая картина. Конечно, совсем другой, да. Вот в этом то и дело, что вот сегодня хочется кому-то переписать решение Нюрненского процесса 1946 года, вот, о том, что об осуждении нацистской идеологии, об осуждении, о запрете нацистской партии, да, вот многие вот эти вот вещи, поэтому оно на сегодняшний день живучее. Опять-таки встает вопрос, а давайте прошли очередные там 70 лет, да, ну, давайте опять что-нибудь переделим в этой Европе, опять возникают какие-то территориальные вопросы. Ну, этот извечный вопрос, вот посмотрите, вот эта политика, ведь русофобия – это идеология Запада, направленная западных государств, которые направлены против России, Советского Союза, Российской Федерации. Как бы вот то большое восточное государство с мощными природными ресурсами, которые все хотят поделить, не называлось, все время политика Запада была агрессивная по отношению к этой стране, несмотря на то, что это было монархия, или это был советский строй, или это было наше современное демократическое общество, каким является сегодня Российская Федерация, все было направлено в ту сторону. Вот вам причины этого. Опять-таки хочется переделить, а для того, чтобы переделить, надо переписать историю. И вот мы, вот опять-таки дата 22 июня, вот помните вот эти наши дискуссии, обычно перед 9 мая у нас возникает, что давайте там кто-то покается, что уже прошло столько лет, ну давайте мы уже помиримся, будем обниматься, целоваться. И зачем вы эти вот бывшие советские празднуете этот День Победы, ну уже другие времена настали, это уже 21 век, они 20, мы уже другие народы и так далее, что вы празднуете какую-то там победу, вот давайте какое-то примирение, давайте праздновать День Скорби и еще чего-то. Они не понимают, что для нас День Памяти и Скорби – это 22 июня, когда они напали на нас с целью нас уничтожить как народы. Ведь это была целенаправленная политика не только уничтожения, там еврейского населения или цыган-ромов, да, а это была целенаправленная политика уничтожения славянского населения. Вот давайте говорить правду, вот не надо затушевывать, не надо перевирать, не надо ничего изобретать. Но так, как оно было. Вот они причины, понимаете, вот они причины. И, конечно же, для нас 22 июня – День Памяти и Скорби. Мы помним эти 27 миллионов погибших людей, которые с оружием в руках отстояли свою свободу, независимость и освободили Европу от фашистов. И мы помним День Победы 9 мая, поэтому для нас День Победы, 9 мая – это всегда День Победы. Это радость со слезами на глазах, вот как поется в той знаменитой песне. Вот простой ответ. Ну, говоря о правде… Ну, я думаю, что, ну, как-то вот понятна точка. Несколько, как-то она по-разному трактуется в самых разных странах Евросоюза. В том славе День Победы тут заказывают музыку. Ну, тем не менее, смотрите, в самой Германии очень трепетно относится, ну, во всяком случае, как на государственном уровне, прекрасно относится к памятникам, поставленных в честь освободителей Германии от фашизма. Вот два других примера. Опять же, не в странах имитентов Евросоюза, а в странах, которые окружают или которые недавно вступили в Евросоюз. Вот можно увидеть два таких явления. Вот одно я уже упомянул в странах Балтии. В Румынии еще во времена президентства БССКу мэр Констанции решил участвовать в каком-то модном дефиле в форме фашистского офицера. Причем одел в эту же форму солдата вермахта. Тех лет своего 13-летнего сына. А, кстати, ну, к чести сказать, например... В Германии это невозможно. Вот, видите. К чести сказать, например, ну, так сказать, семьи Королевской Великобритании один из отпрысков на ком-то засветился... Был большой скандал. Но, насколько помнится, его отправили на перевоспитание не куда-нибудь, а на экскурсию в Освенцим. Для того, чтобы ему как-то было понятнее, что, в общем-то, означает его поступок. То есть, получается, какое-то разное отношение... И сразу были принесены официальные заявления. Да, и сразу были... За неправильное воспитание. Понимаете? Верно. Как-то, в общем-то, смотрите, на окраинах вот этого европейского сообщества культивируется какой-то радикализм, проявление, опять же, ну, будем называть вещи своими именами, фашизма, вот идеологии превосходства одних над другими. В самом же, в ядре Евросоюза, там, да, они себя, так сказать, берегут. Вы понимаете, Станислав, это вот политика, разделяя и властвую, вот она вот ярко в этом проявляется. Потому что, ну, опять-таки, нас пытаются рассорить чисто вот с точки зрения такой идеологической, нравственной, да, поменять наши взгляды, ценности. Да, у нас были разные периоды, по-разному можно относиться к тем режимам, которые были установлены в восточноевропейских странах, так называемые страны народной демократии. Вот этот социалистический лагерь, да, Варшавский договор, который был создан в противовес НАТО, да, а не наоборот. Вот, вот, это ж, и здесь очень многие вопросы, еще раз говорю, в силу того, что мы тогда были в одной лодке с этими странами, эти вопросы затушевывались, не поднимались. Никто не говорил особенно о том, что две румынские армии дошли до Сталинграда. Никто ведь не говорил о том, что СССР положил 600 тысяч жизней советских солдат за освобождение Польши. А в это время несколько польских дивизий воевало на стороне гитлеровской Германии против СССР. Никто не говорит о том, что вроде бы мы с Францией были союзниками, но когда мы начинаем вникать в цифры, там в этом, в отрядах сопротивления французского было, что там 10-15 тысяч человек всего, да, и несколько, опять-таки, дивизий французов воевало на Восточном фронте. Когда мы говорим, вот сегодня прибалтийцы говорят о каких-то обидах там на советские режимы и на прочие вещи, но надо же называть вещи реальными именами. В планы Гитлера не входило сохранение независимых прибалтийских государств. Да? Они бы никогда, наверное, не стали бы государствами, как сегодня, обрели свою государственность. Вот Советский Союз развалился, и по большому счету, вот Украина независимое государство, Белоруссия независимая, ну, все мы стали независимыми государствами, да. А если говорить об исторической государственности, не хочу просто поднимать вот этот очень сложный такой политический вопрос, да, то где была украинская государственность, белорусская государственность, где была, ну, вот прибалтийские республики, то не все имели свою государственность. Много вопросов есть, возникает, да. Вот, ну, это, наверное, вот мы стараемся, как говорится, ну, умные политики не поднимают вот то, что прошлое было у нас нехорошо, нехорошее. Все-таки объединять должно вот то, что нас сближает. Поэтому, ну, мне, например, я считаю кощунственно, когда в Польше сегодня сносятся памятники советским воинам-освободителям. Все-таки это 600 тысяч, в том числе наши молдаване, там, очень многие погибли в этом составе, потому что они участвовали вот и в составе второго, третьего, четвертого украинских фронтов. Очень было много наших вот соотечественников. И, а вот в Берлине это нет. Почему? Потому что там они пережили эти ужасы нацизма, и они по-другому все это переоценили. Вот смотрите, там стоят советские памятники, стоят памятники советским военачальникам. Никто не сносит ни танки. Да, никто не стоит. Кстати, в Берлине, по-моему, один или два танка стоят наши. Мы их называем молдавские, с колонной, танковой колонной, советская Молдавия. Они дошли до Берлина, и они сегодня, один точно стоит на постаменте, в центре Берлина. Ну, вот это вот говорит о нашем отношении, о тех событиях, что были. Ну, 22 июня у нас тоже тут много чего интересного было. Может быть, как-то обозначим, вот что происходило. Ну, я вот на пару минут прерву именно этот наш дискурс. Я хочу предложить вашему вниманию, вниманию наших зрителей, тот небольшой опрос, который мы провели на улицах столицы. А, очень интересно. Когда спрашивали кишиневцев, что они знают о дате 22 июня. Ну, и хочу сказать, что, наверное, то, что было сказано, во многом объясняет, почему мы сумели, ну, хотя бы на сегодняшний день, все-таки в более-менее достойном виде сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Не дали тем же либералам или, в общем-то, так сказать, этим воинам, в кавычках, воевавшим с памятником, не дали им возможность снести памятник постамент танкистам, который стоит в Кагуле, мне кажется. То есть, очень много событий, которые были предотвращены именно вот этой народной памяти. Ну, что подтвердило вопрос? Я предлагаю сейчас нам вместе с зрителями посмотреть. Итак, внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Британия, но умерли очень много людей. 2 июня нападение, да, знаем, забываем, но знаем. Что вы знаете вообще про Великую Отечественную войну? Лучше бы ее не было. Очень много погибло, очень много. И невинных в лагерях. Жалко, жалко очень. Сочетать разве, а доля разве, модель. Разбой, пентропарария патрии. В Германии справа не совета, а так это не совета. Сечения, а каштыкат? Ну, минус по защите, армата совет, по термата от разбоя, Берлин. Вы знаете, что произошло 22 июня? Нет, нет, а что-то произошло. А когда началась Великая Отечественная война? Давно. Знаете ли вы, что произошло 22 июня? Это началась война. Мой отец, участник войны, его уже нет с нами. Он ушел от нас в возрасте 94 лет. Он прошел эту войну мальчишкой молодым. Его забрали, когда ему не было 19 лет. Война для меня не просто дата, война для меня кусочек жизни. Я не хочу, чтобы когда-то это что-то повторилось, потому что это страшно, это грустно, это жестоко, это несправедливо. И мы должны жить в мире, решать все проблемы исключительно мирным путем. Такую службу. Сочетание будет разбой от доли мандиалов. Они умерли почти 45 миллионов, я думаю, как люди. Люди хорошие уничтожили. То есть люди, которые у нас у нас у нас уничтожили, они уничтожили в порядке. Так что они уничтожили. Существом коррекции, что геночид и национализм, который был продавлен от Гитлера, не имеют никакой perspectивой. У нас уничтожили в мире. У нас уничтожили в мире. Уничтожили в мире. Уничтожили в мире очень большие консистенции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вы знаете, ну вот эти мини-интервью очень четко показывают, старшее поколение это знает, это помнит. Потому что старшее поколение это слышало от своих отцов и дедов. От участников Великой Отечественной войны, ну или даже если не участвовали, были детьми, то все равно они пережили это военное время, голодное послевоенное время. Люди об этом рассказывали. И этому уделялось большое время, вот там прозвучало у нескольких человек, советская система образования, в школе учили, говорили об этом, да. Потому что об этом действительно говорили, действительно проводили эти мероприятия, военно-патриотическое воспитание, встречи с ветеранами. Вот День Победы действительно это всенародный праздник. Вот это одно. И посмотрите, молодое поколение, они не знают. Вот это вот трагедия нашей современной системы образования молдавской. Хотя эта трагедия, скажем так, она идет к нам с запада. Нас заставляют об этом забыть, поэтому меняют наши программы. Ну что такое? Ну вот видите, там половина путалась, что это была Великая Отечественная война. Основная масса говорила, что 22 июня Вторая мировая война, да. Видите, у людей каша вот такая, кто с кем воевал, почему началась эта война и так далее. Ведь до 22 июня 41 года нас это не касалось. Но война мировая шла. Да, но мировая шла. Это была мировая война, где участвовали Англия, Франция, Германия, какие-то другие страны. Нас это не касалось. А вот 22 июня, когда они все вместе уже напали на Советский Союз, все было по-другому. Но как можно знать эту историческую правду, Станислав, если по программе, если не ошибаюсь, на Вторую мировую войну, на Вторую мировую, отводятся два урока. Что можно этим детишкам, вот этим вот девчонкам, да, рассказать? Что они запомнят? Что они будут знать? Наверное, наша система образования, вот та, которая идет с Запада, мы ее перенимаем, как раз и направлена на то, чтобы, наверное, новые поколения этого не помнили. Поэтому и у них и каша такая, когда началась Первая мировая война, Вторая мировая война, что мы празднуем 9 мая, почему мы скорбим 22 июня. Ну, вот это наша беда, это проблема. Смещается понятие, кто за что воевал, кто что отстаивал. Конечно, кто за что воевал, кто победил и кто что отстаивал. Ну, вы знаете, одно дело, вот я помню, когда я стажировался в Соединенных Штатах Америки, изучал их систему образования, да, и когда брал я их учебники, ну, и они там написали, как они на Тихом океане воевали с японцами, там еще что-то. Как они в 44-м году начали, высадились в Европе, ну, и, в принципе, они победили в этой войне. Берешь их учебник, почитаешь так. Вот это вот свое видение они навязывают сегодня всему миру, да. И я не удивлюсь, что при нашей вот такой системе образования мы через лет 5 можем услышать, что это оказывается вот американцы, там, флаг победы в Берлине свой воздвигли. И я абсолютно в этом не сомневаюсь. Наверное, мы должны говорить о том, что произошло 22 июня 41-го года. 22 июня 41-го года, ну, в частности, вот давайте говорить о нашей территории. Началась война. Бомбили 22 июня утром Бельцы, Кишинев, Кагул, Болград. Почему эти города бомбили? Ну, во-первых, это, ну, даже, допустим, Болград и не был каким-то большим промышленным центром, но это те города, где были военные аэродромы. Ну, понятно, это в первую очередь пытались уничтожить авиацию. 22 июня здесь группа армий Юг, в которую входила 3-я, 4-я румынские армии, 11-я немецкая армия. И через пару недель к ним присоединился венгерский корпус. То есть, вот три государства фактически вот пытались перейти реку Прут. Очень сложно у них это все, это получалось, потому что наши войска здесь проявляли массовый героизм. Ну, наверное, это зависело еще от командования. Вот помните ту трагедию, да, начала войны в Белоруссии? Вот белорусский военный округ, да, когда, ну, потом и расстреляли командующего фронта, там, округа, генерала Павлова, некоторых других генералов, да. Наверное, ну, не знаю, это было справедливо, несправедливо, но война по-разному в разных частях началась. Вот у нас, вот здесь, в Молдавии, мы как бы входили в Одесский военный округ, к которому относилась 9-я армия советская и 18-я армия, да. Так вот, командующий округом на свой страх и рис генерала армии Иван Тюленев, он в 12 часов дня, ну, 21 июня вот заканчивается, и вот в 00.22 или в 12, или в 24, получается, 21, он объявил боевую тревогу, военную готовность. И к 4 утрам все дивизии прикрытия заняли рубежи, рубежи и оборонительные укрепления на реке Прут. И вот, если в Белоруссии все произошло совершенно по-другому, то здесь румыны и немцы завязли на полтора месяца. Они ничего не могли здесь сделать, с большим трудом здесь прогибались. Победив практически пол-Европы, подляв по себя воины. Да, так они уже практически были у Киева, они уже через неделю взяли Минск. Уперлись в советских воинов вооруженных винтовками. А здесь, да, здесь, да, и представьте себе, на линию фронта приходилось где-то на одну дивизию порядка 100 километров. Хотя по боевому расчету, по законам военного времени, на стрелковую дивизию должно приходиться 10-12 километров фронта. Даже были разрывы по 20-30 километров между дивизиями, ну, их заполняли вот там мелкие отряды пограничников. Самый большой разрыв был 70 километров между дивизиями. Тем не менее, стояли насмерть. Смотрите, знаменитая 12-я Когульская застава Когульского пограноотряда, Константин Вичинкин, лейтенант, да, герой Советского Союза. 14 часов эти 60 пограничников были в полнейшем окружении, и они не сдались, пока не подошли части 14-го корпуса Красной Армии на выручку. 14 часов в окружении шоу-бой. 60 этих ребят. Что из себя представляет погранзастава? Это 50-60 человек, два станковых пулемета, несколько ручных пулеметов, ну, у пограничников половина состава имели уже автоматы, да, остальное все винтовки. Вот эти 50-60 человек сдерживали натиск целой дивизии, и они не смогли пройти. Вот, по-моему, пару недель тому назад, вот до наших этих политических событий, вот старый этот министр обороны, вот тот вот от демократической партии, да, он там заявил, ну, румыны, вот, они там что-то праздновали или хотели какое-то мероприятие проводить, чтить память румынских героев. Ну, помните тогда, нормальная часть общества возмутилась, о каких румынских героях идет речь, о тех, которые, да, вот, тысяча человек, вот, в той же цыганке Кантемировского района, где тоже ее и называют, эту погранзаставу цыганки, застава трех героев Советского Союза, да, вот, Михальков, Буцецков и командиры заставы Константиновых, лейтенант, вот, они держались две недели, румыны захватили мост, потом пограничники его отбили и все остальное, и там, да, конечно, большое кладбище вот тех вот румынских военнослужащих, которые пытались это сделать, ну, с моей точки зрения, я с уважением отношусь к воинским захоронениям, да, солдат, ну, вот, он выполнял свой долг, с одной, с другой стороны, по-разному можно к этому относиться, но для нас навряд ли это какие-то герои, для нас они оккупанты, для нас они напали, они хотели нас уничтожить, и в итоге, слава богу, что вот не получилось это. То есть, вот здесь, по реке Пруд, 9-я и 18-я армия, против них была сосредоточена 600-тысячная военная группировка, полтора месяца они ничего не могли сделать, они только 16-го июля смогли взять Кишинев, и только 18-го июля начался отход наших войск, организованный туда за Днестр, а потом дальше, почему? Потому что, ну, уже Киев был, вот, практически немецкие войска продвинулись, и для того, чтобы не попали в окружение, вот, начался плановый организованный отход. Вот тот же Карманов, летчик, герой Советского Союза, да, вот памятник ему здесь у нас, да, посмертно ему поставили, там многие другие, вот это вот те первые подвиги, в первые месяцы войны, так вот героев Советского Союза не раздавали налево-направо, потому что, ну, оборонительные бои, это одно было. Теперь, ну, вот как воспитывать детей, их надо воспитывать на примерах героизма, ну, вот мы с вами, допустим, Станислава, мы знаем, кто такой Дмитрий Овчаренко, герой Советского Союза, его называют, там, русский Рэмбо, там, еще, как только не называют, да, по-моему, Рэмбо отдыхает в данной ситуации. Вот, этот парень 13 июля 1941 года, ну, по всем документам проходит, что это под бельцами было символическое название местечко, местечко Песец, да, вот под бельцами во всей литературе, но ошибка, почему, потому что это действительно дивизия входила в состав 9-й армии, ну, тогда немцы осуществили прорыв, ну, и этот полк попал на территорию Каменец-Подольской, вот, тогда области, и, соответственно, ну, немножечко это было на 50-60 километров севернее, было на территории Украины. Но, тем не менее, но, тем не менее, что сделал этот Дмитрий Овчаренко? На него, ну, выскочила группа на нескольких машинах немцев, 50 человек, ну, и ехал себе человек, он в начале войны был легко ранен, его перевели из пулеметчика в вездовый, и он подвозил боеприпасы на фронт. А тогда же вот так все здесь перемещалось, ну, ехал на линию фронта, вез боеприпасы. Ну, тут немцы, 50 человек на трех машинах. Не повезло немцам. Ну, остановились, ну, начали издеваться над ним, смеяются, фотографироваться. Забрал этот офицер у него винтовку, все остальное. Он просто не знал вот духа вот этих советских воинов, да. А в советской армии, помимо того, что общетактическая подготовка, очень широко были развиты изучения приемов рукопашного боя, причем для этого использовалось все, что угодно. Каска, саперная лопатка, котелок. Ну, вот плотник Дима Овчаренко из-под брезента выхватывает топор, отрубает голову этому оружие немецкому офицеру, бросает три гранаты в машины. Короче, 21 немец падает на повал, остальные в страхе разбегаются. Этот Овчаренко, простой солдат, догоняет второго офицера, где-то там в каких-то огородах отрубает ему голову, вот. Ну, до третьего не успел, тот бегал все-таки лучше. Собирает все документы, все карты, возвращает свою часть. Там не поверили тоже этому. Ну, может, нашел где-то документы. Когда приехали на место вот этого боя, то поняли, что это действительно подвиг. Ну, это действительно вот так. И вот таких, это массовый героизм был, потому что люди защищали свою землю. Наши дети сегодня, наши внуки об этом ничего не знают, потому что мы их воспитываем на примерах Рэмбо, на примерах каких-то Микки Маусов, еще кого-то. Ну, в общем-то, очевидно и понятно, почему это делается. Ведь, в общем-то, зная наше прошлое, мне кажется, любой из нас готов дать твердый ответ на вопрос, кто мы. И мы потомки-победители. Это очевидно. Ну, для того, чтобы этот ответ не звучал все чаще и чаще, делается страшно, вымывается из памяти грядущих поколений вот эта важная информация о том, кто все-таки мы на этой планете. Хотелось бы с вами поговорить еще о такой части нашего сегодняшнего эфира. Вы буквально, как вы писали в Фейсбуке, с корабля на банк. А, ну, получилось, да. Вы прилетели из Москвы, где принимали участие в круглом столе, если я не ошибаюсь, назывался так «Россия, политический кризис в Молдове», где выступали перед группой политических аналитиков, политологов со своим анализом происходящего в современной республике Молдова. Вот здесь хотелось бы, ну, немного, как бы, приоткрыть занавес. О чем вы говорили? Что интересовало российских коллег? Насколько, ну, глубоко они понимают ситуацию в современной Молдове? И какими кажутся им эти процессы? С какой перспективой? Ну, вы знаете, Станислав, сам формат этого мероприятия был, ну, очень необычный, очень интересный. Почему? Потому что, ну, вот, я один представлял Молдову, да, из всех политологов, тут наших, молдавских. Почему? Потому что, ну, наверное, главным условием было, чтобы это был не партийный политолог, не принадлежащий какой-либо партийной политической группировке, а из более-менее объективных, независимых и так далее. Ну, я не знаю, по каким критериям все это определялось, но вот Москва определилась вот так. Я получил персональное приглашение выступить с докладом. Я выступал где-то час, еще 15 минут отвечал на вопросы, потом шла еще где-то часа полтора-два вот такая вот дискуссия. Это действительно, скажем так, закрытая, скажем, аудитория специалистов, профессионалов, политологов, политических аналитиков, те, которые занимаются вопросами на постсоветском пространстве, да, и им было интересно выслушать одного представителя от Молдовы, и был один еще представитель из Приднестровья. То есть немножко как бы одна территория, да, но разные взгляды, разные точки зрения на это. И потом шел очень такой вот широкий обмен мнениями. Ну что, россияне очень, конечно, внимательно следят за тем, что происходит на нашей территории. Они очень хорошо осведомлены о тех политических процессах, кто что говорит, кто что делает, ну, потому что это были профессионалы, которые занимаются этими вопросами. Ну, конечно же, их интересовала какая-то конкретика, потому что то, что они знают из сообщений средств, там, массовой информации, это одно, ну, а мое сообщение было вот на конкретных цифрах, то есть меня попросили очень серьезно подготовиться, я сделал где-то 40 слайдов на час, может где-то и много, но где-то фотографии были, где-то какие-то выводы, плюсы, минусы вот того, что у нас какие-то, скажем так, их интересовали, а возможные последствия развития политического процесса. А надолго ли вот этот союз партии социалистов, допустим, с партиями правотолка, которые входят в вакуум, а что это дает Молдове, а в чем вы видите какие-то преимущества и так далее. То есть, ну, вот такой вот чисто профессиональный разговор был. Я понял по общему контексту нашего мероприятия о том, что, конечно, они поддерживают те процессы, которые у них происходят, ну, это просто невозможно делать, потому что, ну, Российская Федерация заняла с самого начала четкую ясную позицию вот по тем событиям, которые здесь происходили. И эта позиция, видите, совпала и с позицией Европейского Союза, и совпала с позицией Соединенных Штатов Америки. Но это вот действительно небывалый случай, вот когда на постсоветском пространстве Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и Россия не договариваясь как бы отдельно о дипломатическом уровне, да, они практически выступили партнерами против вот этого бандитского криминально-полицейского режима Плохотнюка, который у нас установился, встранил в последние годы. И, вы знаете, я не заметил, чтобы был какой-то скепсис тому, что вот объединились проевропейцы и объединились, ну, как социалистов называют, ну, пророссийские, да, вот вместе силы. Почему? Потому что, наверное, у любого здравого человека, не просто вот специалиста вот в этих вопросах, но вот мы с вами, как простые граждане, мы понимаем, что мир и согласие на земле – это лучшее, что торговать – это лучше, что ездить друг к другу, пить вино, пить, там, водку и закусывать национальными какими-то блюдами – это лучше, чем смотреть друг на друга через прорезь автоматного прицела. Вот, и вот то, что у нас произошло, вот начиная с 7 по 14-15 июня, это действительно, ну, во всяком случае специалисты это называют, да, революция, да, это мирная революция, и слава богу, что она произошла вот таким мирным путем, что это не вылилось в другое противостояние, потому что если бы этот процесс продолжался бы у нас по сегодняшний день, я думаю, что мы бы уже втянулись бы в какую-то гражданскую войну, потому что, ну, общество вот было настроено по-другому, а те 2-3 тысячи вооруженных боевиков, которые пытались вот сохранить вот тот режим, который нас грабил все это время, ну, наверное, это все было бы по-другому. Здесь, вы знаете, вот подчеркивалось, ну, я высказывал свою точку зрения, и потом очень внимательно слушал, что говорили люди. Они выделяли роль нашего президента, очень особенно, вот Игоря Николаевича Дадона, и там вот очень часто звучало, вот он шахматист, вот шахматист переиграл мафиози. И вот он, ну, это действительно было так, потому что мы с вами все в этих политических процессах были взаимосвязаны, как проходила вот эта предвыборная кампания, потом вот эти 3 месяца после 24 февраля, сколько мы вот в этой студии даже с вами, да, пытались предугадать исход. Да, пытались предугадать, говорить все остальное. Для многих, конечно, это было неожиданно. Как-то все были и у нас здесь, и за рубежом, все почему-то были уверены, что состоится союз социалистов с демократами. Ну, наверное, вот здравый смысл у социалистов победил, потому что союз с этой токсичной, модное сегодня слово, да, партией, да, был бы смертелен, наверное, для партии социалистов с точки зрения того, чтобы люди, чтобы народ говорили об этом союзе и так далее. Мне кажется, даже и в целом для страны это было бы, конечно, огромная опасность. Да, это совершенно другое. А здесь у нас, вот вы понимаете, вот что отмечали еще, вот позиция президента Дадона, россиянам понятна, и они ее поддерживают. Они говорят, так это нормально, что у вас будут нормальные отношения с нами, с Россией, это нормально, что у вас нормальные отношения с европейцами. Мы тоже хотели бы, чтобы вот сняли эти санкции и там по России и все остальное, потому что это просто в ущерб тем людям, которые живут на этих территориях. Поэтому вот с этой точки зрения они приветствуют те процессы, которые приходят. Да, конечно, есть сирийские, да, конечно, есть какие-то вопросы, но они, ну, даже где-то с каким-то удивлением некоторые специалисты говорили, что вот первый случай, вот такая констатация, что великим, ну, державам, сложно сказать, да, Европейский Союз, Объединенные Соединенные Штаты Америки и Россия сумели в этом плане ушли, уйти или совместить свои геополитические интересы, вот на примере маленькой Молдовы. Звучала, прозвучала очень интересная мысль, Ну, вот, допустим, интересный был момент во время нашей дискуссии, мне задали вопрос, вот как вы думаете, Борис Андреевич, вот это какая-то тенденция, которая вы рисуете в Европе, или это ситуативное было решение? Ну, естественно, это не тенденция. Естественно, вот это по Молдове было ситуативное решение. Но сегодня все четко и ясно поняли, что это ситуативное решение можно продвигать в тенденцию, в частности, переносить его на Украину и пытаться вот решить вот тот их внутренний конфликт где-то по нашему пути молдавскому. То есть, вот такое здравомыслие, здравомыслие специалистов в понимании того процесса, что происходит, вот оно вот прозвучало. Ну, здорово, что есть такое внимание со стороны, опять же, тех людей, которые анализируют происходящий политический процесс на территории СНГ. И главное, наверное, они получают какие-то уроки. Это важно. Ну, они выдают какие-то рекомендации своему руководству. Я понимаю, что у них есть, конечно же, информация по линии дипломатической. Ну, посольство в каждой стране, они выполняют свою функцию и они четко информируют свое руководство. Да, конечно, они имеют информацию по политическим связям, линии, ну, потому что Игорь Николаевич Дадон постоянно контактирует с Кремлем, да, с какими-то российскими структурами. У них есть эта линия. Теперь, получается, вот мой визит, он как бы идет по третьей линии. Это видение со стороны гражданского общества и понимание гражданского общества, тех процессов, которые происходят и как их можно трансформировать. То есть, вот для общей пользы всех. Вот это на сегодняшний момент очень важно, что вот эти точки зрения, они совмещаются. Да, я вот в последнее время очень часто у меня было много дискуссий вот со своими даже друзьями, с какими-то, вот допустим, ну, нашими же политологами, которые, ну, относятся к различным политическим группировкам. Я могу сказать следующее. Конечно, с геологической точки зрения, с некоторой к другой, ну, мне не нравится Санду и Анастасия. Мне не нравится их, вот, политическая какая-то ангажированность, прозападная и все остальное. Но я, как гражданин этой страны, реально понимаю, что то, что сегодня произошло объединение социалистов в САКУ, и вот они эти разногласия отставляют в сторону, а на первое место выставляют социально-экономическое развитие страны, выставляют на первое место наведение порядка вот это, вот все-таки этих воров, бандитов, ну, наверное, надо все-таки пересаждать для того, чтобы общество видело, что возврата такого к этому не может быть, чтобы стоял у политика какой-то предохранитель. Политик боялся, что я сегодня украду этот миллиард, но через пять лет меня посадят за это, меня найдут, и общество это будет поддерживать. Понимаете? Вот то, что произошло вот за эту неделю, с 7 по 14 июня, это мощное переформатирование мозгов у всего нашего населения. Ну и ситуации, само собой. Борис, спасибо за сегодняшний разговор. Я надеюсь, многим нашим зрителям мы сумели вспомнить и о событиях больше, чем почти вековой давности, 78 лет уже прошло с начала Великой Отечественной войны. Тем не менее, мы сегодня поговорили о сегодняшнем дне политики, и я вспомнил цитату, знаете, «Совместный труд объединяет», и то, что сегодня политики сумели найти... Да, сумели договориться на общей основе, а именно основа заключается в труде. Труд, политика, на благо те граждан, которые отдавали за ней голоса, потому что наверняка каждый из нас ждет изменений к лучшему, больших рабочих мест, больше заводов, больше предприятий, больше лучшего качества жизни, лучших, не знаете, нехорошей дороги, а действительно дороги. Дороги, по которым можно ездить. Я согласен. И это все, все эти действия политиков направлены на главного бенефициара всего этого, вся эта ситуация, а он народный дом. Компромисс и учет интересов друг друга. Вы понимаете, попытка сформировать наше действительно молдавское общество, промолдавское, понимаете, вот это наша национальная идея. Какая национальная идея? Жить в мире и дружить со всеми. Торговать со всеми и жить нормальной человеческой жизнью, потому что вот она одна и хочется прожить ее просто нормально. Вот мы с вами сформулировали эту национальную идею. Спасибо вам. Будем всегда ждать вас в нашей студии. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор философии, историк Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok